У всех одно желание – сдать сессию, хорошо, перейти дальше на следующий курс с хорошими оценками. Студенты Балаковского политехнического техникума, выпуская мальков в Волгу, загадали одно желание на всех. И пусть рыбки не золотые, но загаданное сбыться должно обязательно. Будущие металлурги, которые сейчас постигают азы профессии, присоединились к своим старшим товарищам, сотрудникам металлургического завода Балакова в экологической акции. Все вместе участники выпустили в Волгу 60 тысяч мальков. Очень много пишут, что где-то посадили деревья, где-то выпустили рыб, а тут сами поучаствовать мне понравилось. Акции по зарыблению Волги проходят в Балакове регулярно, но обычно для них выбирают Нижний Бьев. На этот раз мальков выпускали в водохранилище выше плотины ГЭС. Здесь насыщение рыбы не так значительно, как в вышестоящих местах. Наиболее благоприятные условия для воспроизводства водных биологических ресурсов и акклиматизации в данном месте. В свободное плавание участники акции отправили не только малюток-сигалеток, но и рыбку, которая уже перезимовала и немного подросла. Некоторые особи были даже больше ладони. По мнению специалистов, выживаемость в этом случае лучше. После сигалетки, когда она зимует, она становится годовиком. И рыба наиболее акклиматизирована для данных условий, соответственно, ее сохранность значительно возрастает. Это не 6, я буду надеяться, что это 15 и 20%. По расчетам, для восстановления популяции различных видов рыбы в Волгоградском и Саратовском водохранилищах должны плавать 40 миллионов особей. К этой цифре надо стремиться, тогда и экология Волги улучшится. На этот раз выпускали природных миллиораторов – белого амура, сазана и толстолобика. Их миссия – поедать растительность, которая заполняет водоем. Они чистят верхнюю водную растительность. Амур поедает мелкий камыш, который растет. Поэтому, помимо процесса зарыбления и получения удовольствия от рыбной ловли, мы еще получаем естественных миллиораторов, которые чистят нашу реку Волга. Специалисты постоянно проводят мониторинг численности рыбы в реке. И пока она далека от нормы. Но благодаря постоянным акциям по выпуску мальков, ситуация постепенно улучшается. В этом году к участникам присоединились и металлурги. А это значит, что друзей у нашей прекрасной Волги стало еще больше. Вклад в нашу окружающую среду, в нашу природу. И мы считаем своим долгом это проводить ежегодно. Данная акция, она также проводилась в честь Дня Волги, который проходил у нас 20 мая. И эта акция, она не то что вот в день в день, но она может быть растянута до конца июня. В течение летнего сезона выпущенные малютки будут расти и набираться сил. А в следующем году станут уже вполне взрослыми особями. Продолжение следует...